Остановил кровотечение и вызвал скорую. Доброволец гуманитарного корпуса в Сургуте спас пенсионерку, когда доставлял ей продукты. Эта история не только об удачной случайности, больше о неравнодушии, о волонтерстве по зову сердца. Сюжет Светланы Круковской. Как оказалось, здесь в больнице, да еще и в инвалидном кресле. Татьяна Пьянкова вспоминает смутно. Пенсионерку привезли сюда на карете неотложки с глубоким порезом на ноге и сотрясением головного мозга. Ногу ранила осколком салатницы, рассказывает Татьяна Пьянкова. Она разбилась, когда женщина рухнула в обморок, очнулась сильным головокружением и вся в крови. Несмотря на слабость, пенсионерка самостоятельно смогла добраться до дивана и позвонила дочери. Но первым на помощь подоспел доброволец, который принес ей в это время продукты. Говорит, надо перетянуть, а то кровью много выйдет. А уже клочками кровь бежала. Назим Мамедов последние полгода часто приезжал к пенсионерке, чтобы привезти еду и лекарства. В этот раз почувствовал неладное, когда позвонил Татьяне Пьянковой, а она не подошла к телефону. Пришел к ней, а там вижу, что бабушка лежит на диване и вся простынь в крови. Также осмотрел другие участки тела. Обнаружил ссадину на плече и, так сказать, шишку на голове гематомы. Вызвал скорую помощь. Скорая помощь приехала. Еще до приезда медиков Назим Мамедов остановил кровотечение. Не растерялся и оказал доврачебную помощь. Знал, как именно нужно спасать. Этому его научили в медицинском вузе, где он осваивает специальность врача-хирурга. Татьяна Пьянкова своего спасителя благодарит за неравнодушие. Если бы доброволец не поехал проверить лично, что с ней, у этой истории был бы совсем другой конец. Сказала, какая-то не открыла, или куда-нибудь ушла, или что случилось. А он пришел и удостоверился, что со мной случилась беда. И сразу тут помог. Свежие фрукты и шоколад Назим Мамедов теперь доставляет не по личному адресу Татьяны Пьянковой. Доброволец навещает ее в больнице. С женщиной за время пандемии молодой человек успел подружиться. И сейчас переживает за состояние ее здоровья. Спасли жизнь человеку. Потому что самостоятельно она могла его не остановить. И от потери крови, конечно бы, мы потеряли человека. Я хочу от себя сказать, что огромные слова благодарности выразить ребятам за ту смелость и оперативность, которую они проявили в принятии решения о оказании помощи. Здоровье Татьяны Пьянковой уже ничего не угрожает. Рану на ноге зашили. А в травматологической больнице женщина проведет минимум две недели под наблюдением врачей. Здесь ей помогут реабилитироваться после полученных травм. Светлана Круковская, Вадим Черняев, Вести Югория, Сургут.